Здравствуйте друзья! Героем этого обзора будет еще один гаджет из экосистемы TUI E-Smart, управляемый по ZigBee выключатель от известного производителя Moes. Устройство принадлежит к новой модельной линейке Star Ring, которая была анонсирована не так давно, и, судя по всему, будет включать в себя не только выключатели, но и множество других гаджетов, объединенных в одном дизайне. В видео мы с вами рассмотрим его конструкцию, функциональность и возможности, а перед тем как начать, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Производитель Moes, модель SRZS. Тип устройства настенный выключатель. Интерфейс ZigBee 3.0. Мощность нагрузки не более 2000 Вт. Количество управляемых линий до 4 в видео двухклавишная версия. Экосистема Tuya Smart Smart Life. На одной из промо-картинок есть любопытный скриншот, на котором видна опция беспроводный выключатель, что наводит на мысль о возможности отвязать клавиши от управления реле, как это реализовано в устройствах Атакара. После анонса серии Star Ring это было одной из главных интриг. Из интересного, тут возможна установка как с нулевой линией, так и без нее, причем балластный конденсатор не нужен. Кто не знает, что это такое, видео по этой теме я оставлю в описании под видео. Немаловажный момент, размеры устройства. Внешняя панель 86 на 86 мм, что несколько больше стандартных европейских переключателей. Внутренняя часть 60 на 60 мм, глубиной 29,6 мм. Толщина с учетом наружной части 38 мм. Поставляется устройство в симпатичной фирменной коробке, в моем случае она немного помялась, но не критична для ее содержимого. Сзади указаны краткие технические характеристики, про которые мы уже поговорили, и цвет. У меня двухклавишная модель в сером цвете. На момент обзора в продаже доступна еще белая, заявленная как слоновая кость. Анонсирован еще один цвет черный никель. Вот все что нашлось в коробке. Выключатель, цвет между темно-серым и черным. Довольно объемная инструкция на английском и крепежные винты. В инструкции подробно описан процесс подключения к приложению, монтажа и установки в подрозетник. Но ничего такого, что бы отличало этот выключатель от других аналогичных ему. В отличие от большинства управляемых выключателей, клавиши которых занимают всю или практически всю фронтальную поверхность, у этой модели они значительно меньше. В нижней части клавиш находятся настраиваемые индикаторы. Периметр закрывает довольно широкая рамка. Судя по всему, такие рамки для двух и более выключателей можно будет приобретать отдельно. В сравнении с популярным выключателем Akara E1. Причем у него еще не самые большие клавиши, так как внизу открыта часть корпуса с индикаторами. Хотя, если взять для примера сенсорные выключатели, то у героя обзора тоже все весьма неплохо. Задняя сторона. Тут тоже указаны параметры устройства, на них останавливаться не будем. Интереснее, контакты для подключения проводов. L это входящая фаза, она обязательно. N это нулевая линия, может работать и с ней, и без нее. Но если 0 заведен в подрозетник, то лучше его подключить, тогда устройство не будет зависеть от подключения нагрузки. Контактов для исходящих линий 4, в моем случае доступны 2. Доступ к головкам винтом удобный при монтаже, не будет проблематично к ним добраться, так как встречаются иногда устройства, смонтировать которые тот еще квест. Стандартный круглый подрозетник героя обзора помещается, крепежные отверстия совпадают с стандартными. Единственное, что надо помнить, при размещении в один ряд, расстояние между подрозетниками должно быть чуть больше обычного. С квадратным подрозетником 86 на 86 мм тоже все в порядке. На стадии ремонта, если вы планируете умный дом, ставить сразу лучше именно такие и предусмотреть подведение нейтрали. Крышка снимается с защелок, открывая доступ к монтажным отверстиям на металлической рамке. Причем они есть и под крепеж в подрозетниках, и по углам, для закрепления прямо в стену, что может пригодиться при установке в круглый подрозетник. Клавиши выключателя закреплены по центру, то есть нажимать можно как на нижнюю, так и на верхнюю часть. И микропереключатели соответственно по два на каждую. Это довольно удобно. Если у вас есть возможность подключения нулевой линии, обязательно сделайте это. В таком случае питание самого выключателя не будет зависеть от наличия внешней нагрузки. Я собрал такой небольшой стенд, выключатель управляет подачей питания на розетку. Нулевая линия подключена. Круглый индикатор по умолчанию подсвечивает тот канал, который включен. Перейдем к логической части обзора, и по традиции я начну с штатной системы управления Tuya Smart, актуальной для Smart Life. Выключатель работает по ZigBee, поэтому необходим любой совместимый шлюз. В его плагине запускаем режим подключения новых устройств. Для перевода выключателя в режим сопряжения нужно нажать и удерживать любую из его клавиш, пока индикаторы на них не начнут мерцать. После этого он будет обнаружен и подключен. Его иконка появится и в плагине шлюза, и в общем списке системы. Выключатель имеет и собственный плагин, в центре которого изображены две клавиши управления каждой линией по отдельности. Внизу, справа и слева, кнопки выключить и включить, которые действуют на все линии сразу. Кнопка таймер дает доступ к меню, где есть возможность настроить планировщик, который будет включать и выключать выбранную линию в заданное время и дни недели. Также там есть опция обратного отсчета, которую можно установить в промежутке от 1 минуты до 11 часов 59 минут. По ее истечении состояние линии будет инвертировано. Настройки. Пункт, на который возлагались основные надежды, в частности на опцию беспроводного выключателя, когда клавиши и реле работают независимо друг от друга. Но, к сожалению, ее нет. Есть более-менее стандартные опции. Память и состояние. После восстановления питания линии могут быть включены, выключены или помнить предыдущий статус. И работа индикаторов. Всегда выключены. Подсвечивать включенную линию, он установлен по умолчанию. И подсвечивать выключенную линию, чтобы удобнее было искать выключатель в темноте. В общем меню настроек все стандартно. Заявлена совместимость с Amazon Alexa, Google Home и Smart Sync. Есть возможность обновления прошивки. На нее остается вся надежда, что все-таки добавят опцию беспроводного выключателя. Также можно программно связать этот выключатель с другими в системе. Реакция на команду из приложения довольно быстрая, но зависит от канала доступа в интернет. Работу реле слышно, но не сильно. Проверим, есть ли разница при работе с подключенной нулевой линией и без нее. Сейчас она подключена, это черный провод в разъеме WAG. Синий это ноль уходящий на розетку, красно-черный это фазы на выключатель. Все работает нормально, мерцаний нет, реакция быстрая. Теперь ноль отключен от выключателя. Для его питания используется ток, который проходит через нагрузку, лампочку. Главное отличие в том, что если лампочку выкрутить, выключатель уйдет в оффлайн. При наличии нуля такой зависимости нет. На работе светодиодной лампочки, ее мощность 7 ватт кстати, отключение нуля от выключателя никак не сказалось. Минимальная нагрузка в таком режиме заявлена в 3 ватта. Тут подсветка клавиш работает на неактивные каналы. Память состояния установлена в режим помнить последний статус. Все работает корректно. В разделе автоматизации выключатель можно использовать как триггер или условие. В этом разделе доступны четыре опции. Статус и таймер на каждую из линий. Из доступных вариантов состояние реле включено или выключено и время работы таймера в секундах. Такие автоматизации позволят создать логическую связку, позволяющую, например, при выключении основного освещения, гасить и управляемую подсветку и так далее. В разделе действий есть только управление реле. Для каждого из них предусмотрено включение, выключение и переключение состояния на противоположное. Это, например, пригодится для дублирующего логического выключателя. Заявленную работу с другими системами рассмотрим на примере Google Home. Взаимодействие осуществляется на уровне аккаунтов. Учетные данные Туя нужно разово ввести в Google Home, после чего все поддерживаемые устройства будут автоматически тут появляться. До героя обзора тут обнаружилось три выключателя. Один, управляющий сразу двумя линиями и на каждой реле по отдельности. Это взаимодействие также зависит от интернет-соединения. Для Home Assistant есть несколько путей интеграции устройства. Начнем с штатной интеграции Туя, взаимодействие с которой осуществляется также на уровне связки с аккаунтом. Плюс такого способа устройство работает одновременно и в родной системе и в Home Assistant, минус зависимость от интернет. Тут доступны все активные на сегодняшний день опции, управление каждым каналом реле и возможность настраивать режим памяти состояния и подсветки клавиш. Все то же самое, что мы рассмотрели ранее. Рассмотрим также варианты локального подключения, когда вместо шлюза Туя используется альтернативный координатор, типа USB ZigBee Stick. В таком случае нет зависимости от интернет, но нет возможности использовать штатное приложение. И начнем с интеграции ZigBee Home Automation. В меню координатора, у меня это ZigBee USB Stick на базе CC2652P, запускаем режим добавления устройств. Напомню, что выключатель переводится в режим сопряжения удерживанием одной из клавиш. Ждем пока устройство пройдет интервью. В этой интеграции поддерживается базовая функциональность управления каждым из каналов. Обратите внимание, слева в разделе ZigBee Info, выключатель является конечным устройством, то есть не может передавать через себя данные и расширять емкости покрытия сети. Это не зависит от того, подключена нулевая линия или нет. Теперь перейдем к дополнению ZigBee ToMQTT, актуальная версия на дату тестирования 1.28.2.1. С подключением проблем не возникло, выключатель определился автоматически как один из уже существующих. Интересный момент заключается в том, что под этим же кодом производителя и номером модели в системе уже зарегистрирован один из выключателей. Плюс заключается в том, что нет необходимости использовать внешний конвертер. Минус в том, что тут доступно только включение и выключение, памяти состояния и управления индикацией нет. При поиске на GitHub проекта я наткнулся на одно обсуждение, где разрабатывается конвертер с поддержкой этих функций, но там речь идет о сенсорной версии. Вопрос полной поддержки в ZigBee ToMQTT пока открыт, я наблюдаю за развитием событий и если появится новая информация о поддержке, обязательно напишу об этом в своем телеграм канале, ссылку на него вы найдете в описании под видео. Третий способ локальной интеграции SLS-шлюз. Кстати, в последнее время он претерпел много интересных изменений, которые повысили удобство его использования. В официальной, на момент видео, прошивки от 26 ноября 2022 года, выключатель поддерживается, но только для включения-выключения. Полная поддержка появится в версиях не старше 29 ноября, у меня сейчас установлена именно она. Картинки тут пока нет, но она скоро появится. Номер специально созданного для этого выключателя конвертера 243, ожидайте в следующем релизе. На странице состояния тут есть управление обоими каналами реле, все работает корректно. Тут же нашлись показания качества сигнала и времени последнего отзыва от устройства. На странице опции есть управление подсветкой и памятью состояний, они управляются раздельно и имеют по три опции. В режиме включено, подсветка показывает активные каналы, память состояния включает оба реле при подаче питания. В режиме выключено, подсветка не горит, реле будут всегда отключены после включения электрики. И третий режим, для подсветки он называется ночь, индикаторы будут показывать неактивный канал. Для памяти состояния, предыдущий, то есть после восстановления питания, реле вернутся в свое состояние перед отключением. Вот так выглядят эти опции при пробросе через Mosquito Broker в Home Assistant. Но не исключаю дальнейшие изменения с целью повышения удобства работы. На дату выхода этого видео герой обзора ничем экстраординарным пока похвастаться не может. Интересный дизайн, разные расцветки, качественная сборка, съемная рамка с перспективой объединения нескольких выключателей, возможность работы с нулем и без, нажатие на нижнюю и верхнюю часть клавиши, память состояния и управление подсветкой. Эти опции делают Moe Star Ring классным выключателем, но с большим количеством аналогов. А вот реализация опции беспроводного выключателя, когда клавиши отдельно от реле, вывела его бы совсем в другую категорию, где из аналогов только устройство Atacara. Пока остается надежда, что новая функциональность придет с обновлениями. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на устройство из обзора, другие видео по теме, мой телеграм-канал и тематическую группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры подогнал «Симон»!